Бристоль не тот город, о котором часто говорят, но по словам Раф Гайд, именно он the coolest city в Великобритании. Его в самом деле считают одним из самых классных английских городов. Расположенный на юго-западе Англии, Бристоль известен прежде всего любителям музыки, потому что здесь уже давно развита культура трип-хопа, дабстепа, барабанов и баса. Известен он тем, что в 90-х был родным городом трип-хопа с такими группами, как Massive Attack и Portishead. Бристоль по-прежнему может похвастаться обширным и многогранным музыкальным вкусом и местными клубами, предлагающими все музыкальные жанры, от drum and bass до house. Это уже делает Бристоль достаточно интересным городом. И если мы добавим, что здесь популярно также уличное искусство, то сомнений касательно мнений Раф Гайд не возникает. Вот, например, Бэнкси, английский художник и писатель, являющийся одним из крупнейших экспонентов уличного искусства, чья истинная личность до сих пор остается неизвестной. Улицы Бристоля пестрят рисунками на стенах зданий, которые сделал Бэнкси. Его работы часто находятся на сатирическом фоне и затрагивают такие темы, как политика, культура и этика. Несмотря на небольшие размеры города, здесь есть немало достопримечательностей. Еще в 1063 году Бристоль упоминался как Brickstow. Где Brick? Из древнеанглийского значит мост, а Stow – место расположения или место встречи. Именно с мостом Бристоль и ассоциируется. Рядом с Клифтонским мостом, когда к нему подходите, сразу же стоит указатель. 6 минут до кафе и смотровой я еще там не был. А в другую сторону написано «Зигзаг вниз», чтобы спуститься вниз к реке, потому что он находится на высоте, по-моему, больше 70 метров. Естественно, какой путь я выбрал? Я выбрал «Зигзаг», чтобы пойти вниз и посмотреть на мост снизу. Клифтонский мост – подвесной мост, протянувшийся через реку Эйвен на западе Англии, с которого открывается живописный вид на Бристоль. Построен он на границе трех районов – Бристоль, Саммерсет и Клифтон. Конструкция моста состоит из двух башен и висячих конструкций. В общем, я глянул в гугл и я почти угадал. У него высота над уровнем речки 76 метров. Сама же его длина более 400 метров. Пролет, то есть от одной вот этой башни до другой башни – 192 метра. Интересно, что строили его 28 лет. Начали строить еще в 1836 году. Можете представить, насколько сложно. Но это сейчас выглядит впечатляюще. А в те времена, чтобы такое построить, это, конечно, была грандиозная постройка. Создал его инженер-проектировщик из амбард Кингдом Брюнель. Это был его первый самостоятельный проект. Вам это имя, скорее всего, ни о чем не скажет. Но для заметки, этот инженер также спроектировал корабль Грейт Истерн. Это был британский пароход и являлся крупнейшим в истории парусником и крупнейшим кораблем, построенным до 20 века. Сейчас, к сожалению, его увидеть нельзя, потому что он был полностью разобран на металлолом. Но зато в Бристоле вы можете посмотреть корабль-музей Грейт Бриттен. Это был также корабль Брюнеля. И он также являлся крупнейшим судном в мире на момент спуска. Еще одна особенность этого корабля-музея в том, что он был затоплен и пролежал на дне 33 года. Но благодаря средствам одного британского бизнесмена его подняли и восстановили. Здесь маленький плюс в гостинице, что есть холодильник. В последнее время в каких гостиницах останавливался, не было холодильника, если вдруг что-то покупаешь на перекус, некуда даже положить. Также есть кофе, кофемашина, чай, водичка. В моей этой поездке, так как я каждый день практически еду в Новый город, для меня супер важно это транспортная доступность у гостиницы. Где-то я лучше переплачу за гостиницу, но за то, чтобы она была рядом со станцией. Центральный вокзал, железнодорожный вокзал в Бристоле, он находится в пяти минутах от моей гостиницы. Это очень удобно, быстро проверяешь, когда отъезжают поезда, бронируешь, сразу же все собрал и хоп на поезд поехал дальше. Я остаюсь в Новотеле, в Центральном. Здесь еще один плюс, то что есть спортзал хороший и есть сауна паровая и сухая. Правда, греют они, честно говоря, очень слабо, наверное, чтобы никто там не переборщил. Мост этот, кстати, известен тем, что с него впервые в мире был сделан прыжок банджи-джампинг. Это было в 1979 году. Бристоле и климат позволяют кататься на велосипеде круглый год. Если вы любите кататься на велосипеде, то рекомендую Bristol & Bath Railway Path. Это маршрут, который был создан велосипедной благотворительной организацией Sostrans в период с 1979 по 1986 год. Маршрут проходит вдоль недействующей в настоящее время железнодорожной ветки Midland, Mangansfield и Bath. Юго-запад Англии славится сидром, яблочным алкогольным напитком. Bristol Cider Shop – магазин, в котором представлен широкий выбор сидров местного производства. А также здесь можно посетить дегустацию с гидом. Как и в других городах Великобритании, в Бристоле вы найдете огромное количество пабов. Спокойно обращайтесь за советом к персоналу за барной стойкой и спрашивайте их рекомендации. На пинту-другую рекомендую вам зайти в Pub The Hatchet Inn. Это самый старый паб Бристоля, открытый около пяти сотен лет назад. Субтитры добавил DimaTorzok